Получился такой динамичный матч с обилием голевых моментов. Думаю, что зрителю понравилось. Что касаемо моей команды по содержанию, если в целом брать игру, то достаточно неплохо действовали, учитывая вязкое поле, не совсем хорошего качества. Но, в принципе, большую часть этого матча мы старались комбинировать, играли конструктивно, имели тоже голевые эпизоды. К сожалению, много их сегодня было, которые мы не реализовали. После того, как сравняли счет, надеялся, что это придаст какой-то импульс, но, к сожалению, я скажу так, некоторые замены, которые сегодня были у нас не совсем достаточно, сыграли, имеется в виду, центральный защитник, который у нас не совсем правильно сыграл с назначением 11-метрового, когда со спины нарушил правила и, к сожалению, 11-метрового мы этот получили. Но, в принципе, мне ребят упрекнуть не о чем за эту игру. Они отдавались полностью, вопроса по мотивации никакой не было. К сожалению, набора очков нет на сегодняшний день. Я думаю, что мы эту ситуацию поправим в ближайшее время. Есть вопросы? У меня вот один вопрос. То есть вы считаете, все-таки ребята не посчитали дело сделанное, когда сравняли счет? Нет, я думаю, что, может быть, мы не играем на ничего, действительно. У нас психология, мы стараемся выработать всегда психологию победителей, потому что мы готовим их под основную команду, ребят, поэтому, естественно, наша основная команда играет всегда на победу. У нас никогда нет установки там ничего. То есть мы стараемся играть на победу. Может быть, как-то подсознательно начали оберегать этот счет. Но хочется сказать команде соперников, такие добрые слова, то, что у них они освежили, у них вышли неплохо замены, постоянное давление, оказывали и имели также голевые эпизоды. Поэтому мы играем на победу, и поэтому перешел на три защитника, выдвинули центрального защитника вперед, потому что нам надо отыгрываться, надо брать очки было. Но, к сожалению, я повторюсь, что сегодня это не удалось сделать. Еще обратно есть? А то, что у вас не играли Уткина, Анухо, это сказывало что-то? Или вы уже привыкли, что они? Как привыкнуть? Нет, ну у нас, я думаю, что Черников сейчас играет в основной команде, в основном стартовом составе, это плюс большой для нас. Я уже говорил, Анухо у нас получил травму сотрясения мозга и нос сломан у него после игры с Чертановой. Поэтому он отсутствовал. Естественно, это центральный нападающий у нас, основной. Поэтому его сегодня не было. А Уткин, ну, то есть это решение основной команды, он является, ну, находится в обойме основной команды, поэтому главный тренер принимает там решение по нему. Но в целом, еще раз хочу повторить, те ребята, которые сегодня принимали участие в игре, то есть они полностью отдали себе. Но, к сожалению, такой еще результат. За ребят рад. Сегодня сказал перед игрой, что задолжали болельщикам нашим. Осенью как бы так еле-еле закончили, там, одни причины были. Зиму провели не очень хорошо, турниры и так далее, поэтому вступили в весеннюю часть чемпионата, тоже не очень и по счету, и по игре вообще. Играйте, играйте для болельщиков, играйте от себя, не суетитесь, ошибайтесь. Через движение все вернете. Ну, вот, в общем-то, начало игры, скажу так, что по скорости чуть-чуть мы не попали по соперникам, потому что я думаю, что у них более полная адаптация к натуральному газону. У нас на синтетике тренируемся, поэтому чуть-чуть так некомфортно себя чувствовали. А потом вкатились, в общем-то так достаточно нормально выглядели, и по функциям сегодня выглядели, хотя у нас небольшое сомнение есть, что функциональная команда не до конца готова. Нет, поле тяжелое было, в общем-то и движение нормальное на этом форме. Ну и, естественно, результат. За это ребятам спасибо, за это болельщикам спасибо, что пришли. Если честно, ожидали меньшего количества болельщиков. Спасибо, что поддерживаете. Вопросы? Василий Викторович, по традиции у нас после зимнего перерыва много новичков, есть немало травмировок, вот какие сложности есть в тренировочном процессе? Ну, если честно, это не наша инициатива, 30% менять состава, поэтому идем от того, что имеем. Опять, несмотря на то, что такого большого кассового разрыва не было, тем не менее, ребята, скажем так, ключевые игроки покинули. Так как у нас пока все очень экономично, поэтому ориентируемся на молодых, естественно, с низшими финансовыми возможностями. Сложности есть, да, и очень сложный проект. Тем не менее, стараемся и развивать ребят, и требовать. В этом году чуть полегче было со сборами. Если в прошлом году мы один сбор провели, то в этом году все-таки два сбора. Хотя второй сбор такой серьезный был, никакого тренировочного процесса не было, только игры через два дня. Здесь сложности были. А в целом, надеемся, что где-то в оптимальное состояние, 3-4 недели, как в прошлом году. И скажу тоже, мы неважно начали, и в Армавире там еле-еле отползли. Здесь с Краснодаром не очень качественная игра была. Так сориентируемся по прошлому году и смотрим, какую работу делаем с командой. И как у нас все получается. Ну, сегодня, если после Химок тревога была такая-то, сегодня, в общем-то, почувствую, что и характер есть, и мастерство есть, и желание есть, и, в общем, и качество есть игровое, на чем можно играть. И быстротаки получались, не до конца, конечно, но, тем не менее, хоть что-то сегодня у нас, картина как-то стала открываться в официальной игре. До этого так все тревожно было и напряженно. Посмотрим, какая стабильность будет. Сейчас многие большие спортивные мероприятия отменяются из-за эпидемии, что-то проводится без зрителей, нервирует ли вас обсуждение, что это будет с российским чемпионатом, и вообще вносите эпидемию, какие-то корректировки, собственно, в вашу... Ну, у нас в Сибири какие эпидемии? Как ты нас напугаешь? Мы на Кипре были, и в Турции, там, в принципе, такой нет истерии, как у нас. Поэтому мы понимаем, что серьезно-то все. Понимаем то, что чемпионат приостанавливает в Италии, и у нас какую-то паузу берут в РПЛ, да, команда. Не знаю, наверное, мы тоже там сейчас, 17-го числа час икс будет, да? Сколько там они дают паузу? Все узнаем в 17-го. Да, поэтому готовиться-то готовимся, готовимся, играть-играем, но ситуация развернется тоже не наши вопросы, и мы никак не можем поверить на это. А нервирует, не нервирует, не знаю, на меня никак не отражается, если честно. Возвращаясь к вопросу про мельных игроков, почему Усасина не в заявке? Очень разный характер травм. Допустим, Усасина просто перенес операцию, она никакое отношение не имеет с спортивной медициной, поэтому это такая чисто бытовая человеческая проблема. Поэтому желаем ему здоровья. В общем-то, сегодня приступил к тренировкам индивидуальным. Надеемся, что через месяц-полтора врачи контролируют, как это состояние, диагностируют. Думаю, что нагрузки скоро возможны и спортивные. Поэтому, если коснуться других травм, две травмы были чисто игровые, бытовые, ушиб пятки Ахьядова и Андреева. Если касается идеев, то очень большое принудительное крене пропустил. Ушиб внутренней связки коленного сустава был, поэтому она очень долго зарастает. В этом проблема была. Затем по функциям проблемы были. Сегодня начало игры чуть-чуть не попало по ритму, по темпу. Затем втянулся. Думаю, что через игры будет набирать. А так, чтобы сказать, что у нас какой-то вал-травмы и одного характера от неправильно спланированной нагрузки или невосстановления запредельных нагрузок, такой картины нет сегодня. А проблемы в другом. Если в Турции, да, допустим, есть у нас богатый опыт, как готовится. То есть у нас там 10 нагрузок идет, а затем и вторая неделя игровая, то на Кипре. Так все смазано было, мы с первого дня начали играть. Поэтому здесь и получается, что такой баланса нет в функциональном состоянии. Ну, посмотрим, как турок-турок будем идти, еще пару, тройку игр поиграем. Сейчас неплохая команда Чертанова. Такая же быстрая, такая же дерзкая. Посмотрим, как это давление выдержит. Оборона была, были вопросы. Сегодня удовольны, в принципе, игрой обороны? В целом, если брать. В целом, да, начала нет. Я же говорю, начала нет. Если честно, я думал, что гол засчитали первым. Если честно. Ну, опять же, не обязательно фон на своем поле поле. Второй момент. Не доигрываем стандарт, концентрацию потеряли. И гол пропущен во втором тайме. Просишь не пятиться к своей шлафной, зазоры не делать соперником. Команда техничная, быстрая, под центральной зоной атакует. Ну, как катили шлафной, затащили мяч шлафной, где фалить нельзя. Поддали пробить, получили. Ну, что делать? Ясно. Вопрос еще есть? Василий Васильевич, сегодня вот несколько опытных игроков остались в запасе. Участности Шалая, Фон Каленкович, Валай. На их позициях играли молодые. Вот с чем это связано? Ну, я говорил на сборах, что там критика была в наш адрес. На кубке ФНО. Вот там все-таки мы старались игровое время распределить всем порвано. Играли по 45 минут. Игровые качества изучали. Кто, наверное, на что способен. Но сегодня в резерве сидят не потому, что мы там какое-то другое мнение имеем. Талалай только после травмы на Кипре не было. У Шалая проблемы, они такие хронические. Смена грунта, это весна-осень. У него там паховые кольца. Есть проблемы. Поэтому ему нужно давать какой-то перерыв. Что касается Калинковича. Калинкович. У нас проблема с лимитом. Мы взяли Синника. Его знаем хорошо по ФНО. Он уже в 19 наиграл достаточно игр. Да, первую схемку не важен Синнику. Только-только влился в команду. Сегодня достаточно на хорошем уровне сыграл. Поэтому отсюда такое решение больше никаких причин нет.